Кто такой правитель мусульман? Тут необходимо привести определение тому, кто в исламе является правителем мусульман, поскольку многие невежественные люди считают правителем мусульман тех, кто в основе не имеет никакой шариатской силы и власти. Правителем мусульман в исламе является тот, кто является мусульманином, обладающим властью, которую он управляет народом и страной. И это тот, кому влиятельные люди и ученые дали присягу. И нет разницы, каким образом он пришел к власти, силой или избранием. Когда имаму Ахмада спросили о значении хадиса, тот, кто умер, не имея имама, правителя, умер смертью джагилии, он сказал, известно ли вам, кто такой правитель? Это тот, вокруг которого собрались все мусульмане и говорят, что он правитель. Абу Яля в Аль-Хаким 1.23 Также имам Ахмад говорил, и тот, кому пришла власть, и вокруг которого собрались люди и довольны им, и тот, кто захватил власть над людьми вечом и стал таким образом правителем. Называется повелителем правоверных. Амир аль-Муменин. Смотреть Уссу-Люс-Сунна, 29. Шейх Улислам Абин Таймия сказал, пророк Салиллаху Али-Ассаляма повелел подчиняться реальным существующим известным правителям, у которых есть власть, которую они управляют людьми. И нет подчинения несуществующему правителю, который в своей основе не имеет ни власти, ни силы. Смотреть Манахи Джус-Сунна, 1.115. Также Шейх Улислам Абин Таймия сказал, «Человек не становится правителем, пока не согласится на это жители этой местности, по причине повиновения которых он становится правителем. Поистине, смысл правления состоит во власти и силе». И имамы-саляфы говорили, у кого есть власть и сила, которой он правит, тот и есть правитель, которому повелел подчиняться Аллаху, пока он не повелит предного. И человек не может стать царем по причине согласия на его правление одним человеком, или двумя, или четырьмя, пока не станут согласны с ним все остальные». Смотреть Манахи Джус-Сунна, 1.527. Исходя из этого шариатского определения понятия «правитель мусульман», мы видим, что амир различных многочисленных джамаатов во всем мире, будь то Ихван-мусульмин, или Хизб-т-Тахрир, или еще кто, не попадают под эти критерии. Их не признают и даже не знают об их существовании массы мусульман. У них нет власти и силы, которые бы они управляли страной или народом, а также им не давали присягу знатные и обладающие влияния мусульмане их стран. Необходимо отметить, что не каждый человек имеет право приводить в действие наказание, а имеет на это право только правитель мусульман в исламской стране. И делается это только с его разрешения. И в том, что наказание, хад, может применять только правитель мусульман, нет среди ученых никаких разногласий. Имам Аш-Шафи говорил, не применяет наказание хад для свободных людей, то есть не рабов, никто, кроме правителя мусульман. Или же того, кому правитель это поручил. Никто не совершал наказание во время послания к Аллаху, кроме как с его дозволения. И никто не делал этого во время халифов, кроме как с его дозволения. Смотреть Аль-Мухадзаб 2269. Имам Аль-Навуи сказал, ученые говорят, наказание за преступление не приводит в исполнение никто, кроме правителя мусульман. Смотреть Шарху Сахихи Мусульм 3.438. Также имам Аль-Навуи в комментарии к хадису Хатиба, которого Амар попросил разрешения казнить, сказал, в этом хадисе указание на то, что шпионство не выводит человека из ислама, а также в нем указание на то, что никто не имеет права совершать наказание хад и убивать того, кого необходимо убить, кроме как с разрешения правителя мусульман. Смотреть Шарху Сахихи Мусульм 7.539. Имам Ибн Муфлих сказал, запрещено устанавливать наказание хад кому-либо, кроме правителя имама или его заместителя. Наиб. Смотреть Аль-Фуруа. 6.53. Также Ибн Муфлих относительно наказания вероотступника Муртадд говорил, никто не имеет права его убить, кроме правителя мусульман имам или его заместителя. Наиб. И это мнение всех ученых. Смотреть Аль-Мубди. 9.175. Имам Аль-Хуртуби сказал, нет разногласий в том, что воздаяние равным за преступление хасас и установление наказания совершает только правитель. Смотреть Тавсиру Аль-Хуртуби. 2.245-246. Шейх Аль-Хуртуби сказал, никто не имеет права исправлять порицаемое с помощью того, в чем будет больше порицаемого. Как, например, кто-то из людей желает отрезать руку вору, побить кьющего вино или применять наказание худуд. Ибо если он совершит это, то подобное приведет к смуте и нечестию, поскольку каждый потом начнет бить другого и заявлять о том, что тот заслуживал этого. Необходимо, чтобы подобно занимался именно правитель мусульман. Смотреть Мухтасару Аль-Фатава Аль-Мисрия. 5.79. Более того, шейх Аль-Ислама бин-Таймия говорил, тот, кого правитель мусульман поставил управлять где-либо, Мухтасиба, не имеет права самостоятельно казнить или отрубить руку. Смотреть Мухтасару Аль-Фатава. 28.109. Если даже человек, уполномоченный законным правителем мусульман, не имеет права выносить решение о наказании, то что можно сказать о самовольном вынесении смертного приговора простыми людьми? Нет никаких сомнений в том, что подобной является анархией, которую не предъемлет шариат силовичного.